Добрый вечер, это предвыборные дебаты на канале Россия. Напомню, что мы можем только предложить тему, но о чем будут говорить уважаемые кандидаты, зависит исключительно от них. Это их время. В связи с кончиной вчера Олега Павловича Табакова мы предлагали тему развития культуры, искусства, сохранения исторической памяти, но мы ни в коей мере не навязываем. Максим Шевченко, я представляю Павла Грудинина, кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации. Поддержанного национально-патриотическим союзом России и Левым фронтом. Вот вчера, Владимир Владимирович, помните, я вам рассказал про женщину в Астраханской области, мать пятерых детей, которая еле-еле живет. Мы запросили об КПРФ в Астраханской области, прислали все данные после программы, я вам дам, и данные еще на одну семью там же. 12 человек детей в такой же нищете живут. Дети не могут учиться, взрослые не могут работать, люди выбиваются из сил. Сохранение культуры связано с сохранением жизни и развития наших детей и нашего общества. Это связанные вещи. Будут достойны жить люди, и культура будет развиваться. А пока это культура богатых, пока это культура гламура, пока это культура вечеринок и пока это культура корпоративов. Такая культура враждебна нашей стране. Этот Дом-2 нам не нужен ни в какой степени. Да, чудовищно. Ну а по поводу Дома-2, знаете, меня так часто этим шпыняют, я отвечу. Ответьте. Я считаю, что в чем-то Дом-2 даже был честнее, хоть он и был много лет назад в моей жизни. Потому что здесь мы видим людей, которые бесконечно говорят о каких-то ценностях. А знаете, были бы мы на Дом-2, мы бы обсудили сейчас, как вот господин Грудинин женат на одной женщине, от которой двое детей. А живет с другой, которая молодая, и которая 30, и тоже имеет двух детей, и не разводится с ней. Были бы мы на Доме-2, эти люди, которые там живут, они, может быть, делают приличнее карьеру, чем господин Шейнин, который является пропагандистом. Эти мальчики и девочки имеют единственный социальный лифт в России. Это программа «Голос», это программа «Дом-2», это единственная, как они могут пробиться в современной России, где нет социальных лифтов, где нет возможности на этом социальном лифте куда-то подняться. Ксения, это даже подлость, я бы сказал, с вашей стороны. Они приходят вот в эти программы для того, чтобы хоть как-то вырваться из своей провинциальной жизни. Госпожа Собчак, назвавший детей матерным словом, будучи в пьяном виде, который назвал всех генетических отредных жителей страны, завязает в личную жизнь люди человека. Максим Леонард, я не имею права... Вы меня простите, я не имею права... Вы в риоте замечание, не высказывает словом мнений. Вы протриги не говорили. Вы бесконечно говорили генетически. Простите. Простите. Максим Леонард. Почему вы не даете мне сказать? Вот я ни разу вас не перебивила. Потому что вы, Ксения, ваши 440 задумали. Вы сделали подлую вещь, я вас не оскорбляю. Вы сделали подлую вещь. Вы на «Доме-2» говорили. Вы меня простите. А вы стесняетесь, что я не могу с ней? Максим Леонард, мы не успеем дать возможность сказать дорогим участникам. Мы сегодня обсуждаем тему культуры. Вы меня простите, но в российской политической культуре всегда было не принято трогать личную жизнь. Президент должен быть открытым для всех. Все должны знать о его семье, о его детях, о жизни президента. Ваша жизнь в деталях, Ксения, будет открыта стране, поверьте. Пожалуйста, я открыта. Вопрос культуры – это фундаментальный вопрос для России. Почему? Потому что наш народ, русский народ, по преимуществу, я сам русский, выработал уникальные принципы культуры, которая была привлекательна для всего остального человечества. Что же это за принципы? Давайте их вспомним. И они зафиксированы в нашей великой русской литературе и в народной культуре. Первое. Мне вспоминаются слова Толстого. Если так случается, что злые люди объединяются ради злых дел, что мешает добрым людям объединяться ради дел добрых. Солидарность, коммуникация. Мы были все вместе. Мы держались друг за друга. Мы, образованные и необразованные, были одним народом. Нанесли удар, разрушили нашу страну, разрушили народ, разрушили первый принцип, сформулированный русской культурой. Второй принцип. Это принцип о том, что есть зло. В каждой культуре говорят, что такое зло. В русской культуре Федор Михайлович Достоевский сформулировал в легенде о великом инквизиторе. Зло это истина, что богатые всегда богаты, бедные всегда бедны, что господа наверху, рабы внизу, так было, так есть и так будет. И великий инквизитор говорит Христу, зачем ты пришел мешать нам? Мы накормим их, мы напоим их. Уходи, завтра тебя сожгут, говорит великий инквизитор. Христос встает и целует его в сухие змеиные уста. И великий инквизитор закрывает глаза рукой и говорит, уходи. И больше не приходи мешать нам. Достоевский почувствовал эту ненависть русского народа к власти, которая хочет относиться к народу как просто каким-то подопытным крысам, как каким-то неопытным детишкам, которых надо кормить и развлекать. Похоже, правда, на что-то? Что-то нам это напоминает. Русская культура всегда выступала против этого. Третий принцип русской культуры. Что же такое добро? Что такое солидарность мы поняли? Что такое зло поняли? Добро. Добро – это справедливость. Все песни русского народа, духовные песни говорят о справедливости, о царстве Божьем на земле. О том, что оно должно наступить, Борис Юрьевич, царство Божье, не с вашим Столыпиным, который казнил и вешал русских крестьян. А вы пролетариат интеллигенция. И это все сочеталось в русской революции, которая была поддержана лучшими сынами дворянства русского. Брусилов – лучший генерал царской армии. Красную армию создавал. Каменев Сергей, генерал-полковник генерального штаба, создавал Красную армию. Бонч Бруевич, брат революционера, генерал-полковник, Красную армию. Большая часть офицеров и дворян… Генерал-майор. Генерал-майор, извиняюсь. Большая часть офицеров и дворян, большая часть русских людей, которые любили с орденом, перешли на сторону советской власти. Кто же такие были белые, которым на сегодня призывают мириться? Они жили на деньги Англии, Франции, Японии, США и Германии. Это были ельцинисты того времени. Это мифология, знаете ли. Поручик Голицын какой-то. Если бы белые победили, видите, как им страшно. То было бы то же самое, что в 1991 году. Только советская власть, видите, как они мечутся, как они кричат, только советская власть собрала страну, объединила всех, провела политику примирения. И Григорий Мелехов, герой Тихого Дона, вернулся в свою родную станицу после страшной гражданской войны. Только советская власть смогла под руководством большевиков завершить гражданскую войну. Победили бы белые, и были бы виселицы, и вешали бы, как Столыпин вешал. И хвастались они этим. Придем, всех перевешаем. Максим, а чем кончилось? Поэтому за народ кончилось тем, что белогвардейщина в 1991 году, гельцинизм, все равно нанес удар по советской власти. Вернутся времена, когда народ восстановит свою культуру. Когда народ восстановит свою власть. Когда лучшие люди России и те, кто здесь присутствуют, такие как Бабурин, такие как Явлинский, такие как Титов, такие как все нормальные люди будут с нами, будут с народом. Советская власть, которая восстановится на территории нашей страны, примет всех людей, которые любят нашу культуру и любят наш народ. Голосуйте за советскую власть, за Грудинина, товарищи. Армия с вами? Армия с вами? Да, она будет с нами, Владимир Владимирович. Каким путем? Она, так же как царская армия была против народа, а потом большая часть царской армии стала красной армией. Спасибо, Максим Леонидович, спасибо, спасибо, я правда, научный коммунизм нынешней коммунистической партии отметает, я просто небольшой на ток. Я не член КПР, я вам говорю о том, что я говорю, то что думаю. То есть Павел Николаевич разделяет вашу точку зрения или это сложно? Павел Николаевич разделяет и идею социальной справедливости. Ну мы от него ничего не слышали. Понятно. Он снимается... Я просто всегда вкутаюсь, когда... Павел Николаевич, у нас широкая коалиция. У нас широкая коалиция. Павел Николаевич за советскую власть выступает, ответьте на вопрос, Максим. Да, Павел Николаевич за советскую власть. Он сказал, что Сталин был лучшим менеджером в истории России. Спасибо, что вы напомнили. Да. Вы его спросите. А вот мы его просим прийти. Я понял, да, то есть миллионы, там тысячи для наведения порядка. Я не хочу никого обидеть. Столыпина уже как век с нами нет. Но в русском понимании Столыпинский галстук все равно остался. Это веревка, на которую вешали крестьян. Те, которые будут, с Сталина с 53-го года с нами нет. У вас выборы в это воскресенье. В это воскресенье с вами не придет ни Столыпин, ни Сталин и за вас не проголосует. Я просто хочу, чтобы вы это как-то осознали. Редкий случай, когда я полностью согласна с вами. Мы соглашусь, что хватит обсуждать историю, мифы истории. Они нас ссорят. Вот сегодня я предлагаю всем добрым людям, всем людям, которые стоят на позициях свободы, справедливости, солидарности и развития. СССР получается объединиться. Оставим белых и красных Сталина и не Сталина в прошлом. Современная Россия в опасности. Наша Родина в опасности. Отечество в опасности. Сегодня все патриоты должны объединиться и поддержать Павла Грудинина. Кандидата от народа. Кандидата от левых и патриотических сил.